Компьютерный суд 2. Продолжение. Глава 3. После назначения на должность директора закрытого института регулирования общественно-правовых отношений Академии наук, жизнь Евгения Полозова изменилась очень существенно, но сложно было сказать, что он рад новому неожиданному витку в своей карьере. Не прошло и месяца, как его приняли в свои ряды академики. Проголосовав за присвоение звания члена-корреспондента, он получил возможность посещать важные заседания и участвовать в работе различных конференций, а двери, в которые он при необходимости не смог попасть бы и за год, радостно открывались перед ним, как по велению волшебной палочки. Его приглашали не только на научно-практические конференции, симфозиумы, но и в театры, на выставки и на другие торжественные мероприятия. К бесконечной радости супруги, которая со студенческих лет была заядлой театралкой и не представляла, что вместе с новой должностью они выиграли в лотерею, могли бесплатно получать билеты на лучшие места в любые театры, включая большой. Евгений же по сути своей не был любитель светских тусовок и торжественных речей. Его всегда устраивала работа на кафедре, он не нуждался в личных машинах, в кабинетах и даже уставал от всего этого, а еще больше от постоянной охраны и наблюдения за его перемещениями. Ему было фактически запрещено передвигаться по Москве пешком, ездить в метро, ходить на посиделки к друзьям без предварительного одобрения службы безопасности и даже пришлось отказаться от регулярных походов в Сандуны, к чему он привык со студенческих лет, несмотря на достаточно дорогой отдых. Зарплата сразу увеличилась раз в 10 и плюс различные льготы и привилегии, что позволяло разом поправить материальное положение и купить жене и детям то, о чем они давно мечтали. Кроме этого, за ним была закреплена государственная дача, машина, охрана. Ему положено было пользоваться веб-залами аэропортов и он был представлен первому лицу государства. Понимая, что начинает уставать от своих новых обязанностей и привилегий, полноцов сосредоточился на работе, прекрасно понимая, что от него ждут результатов, а при его отсутствии карета, как в сказке, легко превратится в тыкву, а любезная охрана может стать злобными псами. Прекрасно понимая, в отличие от Александра, автора проекта, его друга, что слабость заключается в том, что он чистый юрист, совсем немного понимающий в компьютерных технологиях. Он засел за книги и журналы, чтобы постичь основы нового ремесла, а в команду себе подобрал людей, которые проявили себя в создании компьютерных программ и тех, кто хорошо знал матчасть, сократив за их счет количество юристов. Раньше он думал, что производительность компьютера зависит от мощности процессора, но в данном случае, чтобы сделать то, что никто в мире еще не делал, потребуется создать суперкомпьютер, перед которым стоят задачи небывалого масштаба, а управление множеством процессов через интернет и скорость выполнения заданий, нагрузка, возможность самостоятельного извлечения информации из всех государственных компьютерных сетей, их мгновенное обобщение и анализ, создают дополнительно множество вопросов, на которые пока нет ответов. Вычислительная мощность компьютера, или другими словами его производительность, это количественная характеристика скорости выполнения определенных операций на компьютере, измеряемая в флопсах и производных от нее. Принято причислять к суперкомпьютерам системы с вычислительной мощностью более 10 терафлопсов, 10 или 10 триллионов флопсов. Чтобы понять, достаточно взять для сравнения среднестатистический современный настольный компьютер, который имеет производительность порядка 0,1 терафлопса. Одна из наиболее мощных на тесте компьютерных систем, китайская, имеет производительность превышающую несколько десятков петафлопсов. Теперь же стояла задача создать операционную систему намного мощнее китайской. Это при том, что наша страна не только не является лидером в компьютерных технологиях, но и положа руку на сердце, стоит признать, что если делает компьютеры, то из импортных составляющих. Разработчики предложили использовать для этих целей квантовые компьютеры из 51 кубита, разработанные совместно российскими и американскими учеными в Гарвардском университете, который является на сегодня самым мощным компьютером в мире. В отличие от классических цифровых компьютеров, у которых память построена на принципе двоичного кода, квантовые компьютеры строят на основе кубитов, квантовых битов. Они тоже допускают два состояния 0 и 1, но благодаря своим квантовым свойствам кубит дополнительно допускает еще и состояние суперпозиции, то есть еще массу промежуточных состояний между двумя основными состояниями, описываемыми комплексными мнимыми числами. При таких условиях мощность и быстродействие квантового компьютера на несколько порядков выше и, по мнению ученых, за ними будущее. Главной проблемой было создать устойчиво работающие кубиты. Для них были применены не сверхпроводники, а так называемые холодные атомы, которые удерживаются внутри лазерных ловушек при сверхнизких температурах. Это позволило группе ученых создать самый большой в мире квантовый вычислитель из 51 кубита и обойти своих коллег из Университета штата Мэриленд, создавших 5-кубитное устройство из компании Google, представивших 22-кубитное устройство. Если предположить, что работа над проектом займет не менее 5-10 лет, при самом хорошем раскладе о развитии квантовых компьютеров способна совершить революцию в сфере компьютерных технологий, можно рассчитать время и возможности выхода на финишную прямую, создав предварительно портативный образец, действия которого можно проверить на одном суде. Наступают на пятки американским ученым и китайцам, которые два года назад уже удивили мир своими новыми разработками, а теперь грозятся представить новое чудо науки и техники. Для этого созданы уже все необходимые условия. Евгений узнал из средств массовой информации, что специалисты из Китая в ближайшее время создадут мощнейший компьютер, производительность которого составит один эксофлопс, квинтиллион операций с плавающей запятой в секунду, как сообщила китайская пресса. Новейшая разработка станет наиболее передовой в мире, превзойдя все имеющие аналоги, сказал на конференции ученый-куратор проекта Мэн Сянфэя. При этом она в несколько десятков раз будет мощнее предыдущей системы. В текущем году Китай собирается сделать этот прорыв в направлении как в плане процессора, так и сопутствующих технологий. В результате будет создан прототип сверхмощной вычислительной машины эксофлопсной производительности. Фактически мы стоим перед новой ступенью в производительности компьютеров. Это позволит КНР быстрее, с большей точностью и широким охватом, решать ряд сложнейших научных проблем, заявил Сянфуя, уточнив, что новый компьютер планируется использовать в генной инженерии. Все это было сложно не только сделать, но и просто осмыслить, как можно за десяток лет встать на одну ступень с первыми в этом деле и создать то, что они не смогли, руководствуясь желаниями и революционным правосознанием, как и после Октябрьской революции. При этом в стране существуют огромные проблемы с правосознанием, знанием права и уверенности в необходимости следовать его установкам. Решения суда не выполняются и не исполняются, а группы юристов работают над тем, как должнику избежать потери активов или уйти от наказания. Существовала и огромная проблема с судейским корпусом, который воспринимал новый проект крайне негативно и открыто выступил против него, несмотря на установки всесильной администрации. Руководство судебной ветви власти, сформировавшее свои убеждения и приобретая практические навыки еще при генсеках, удерживаясь на своих местах за счет личной преданности и бескребетности, создавало препятствия в работе и мешало продвижению проекта вперед враждебным отношениям к каждому шагу. Услышав, что решения и приговоры судей подвергаются учеными сомнению на предмет соответствия требованиям законности, обоснованности и справедливости, отвергая очевидное воздействие субъективных личностных характеристик, ему было открыто заявлено одним из сторожил Верховного суда. Евгений Михайлович, возможно, вы принимали во время недолгой работы судьей решения в зависимости от того, как выпили накануне или как вы выспались, но мы все делаем по закону, несмотря на личные убеждения и симпатии. Никакие аргументы на суде не действовали, а примеров тому, что качественный состав судейского корпуса зачастую не соответствует своему высокому статусу множество. Во времена интернета уже не скрыть общественные факты, а их много и они печальны. Так, бывший исполняющий обязанности председателя Братского городского суда был осужден за ДТП, в котором тяжело пострадали два человека, при этом судья с 18-летним стажем управлял автомобилей в нетрезвом состоянии. В Санкт-Петербурге был вынесен приговор судье, которого вместе с сообщниками попыталось совершить рейдерский захват офиса в центре Северной столицы после смерти ее владелицы. Для этого они поделали документы о том, что все акции компании, ранее принадлежавшие Петербурженке, умершей в 2004 году, за несколько дней до смерти были подарены подконтрольной им фирме. Однако участники аферы не учли, что в течение месяца до смерти собственника офиса находилась в коме и физически не могла подписывать какие-то бумаги. Судьи московского арбитража Ирине Барановой заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к взятокничеству и мошенничестве. Следствие полагает, что напомогало бизнесменам Михаилу Чернову и Михаилу Балакиреву осуществить рейдерский захват части старинного особняка на Гоголевском бульбаре. За 100 тысяч долларов и 4 тысячи долларов, которые передали предприниматели, Баранова уговорила коллегу вынести в пользу поддельников нужное решение, а именно признать за их компанией право собственности на часть здания в центре Москвы. При этом обещанное вознаграждение Баранова так и не передала, из-за чего ей добавили обвинение в мошенничестве. Пока возбуждали дело, она улетела в Соединенные Штаты, родила там ребенка и не планирует возвращаться. В начале 2016 года Верховный суд смягчил приговор Сергею Русову, экс-судья арбитражного суда Краснодарского края. Русов рассматривал иск администрации Сочи, которая требовала от калининградской стройфирмы неустойку в 900 миллионов рублей и предложил за 20 миллионов рублей решить все вопросы, а после того, как в два захода получил запрашиваемую сумму, прямо в своем кабинете был задержан сотрудниками ФСБ. Бывшая судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с землей Надежды Цапок, матери лидера ОПГ в станции Кущевская, Краснодарского края, прогремевшего совсем недавно на всю страну. По данным следствия, в 2011 году судья предложила двуместным предпринимателям помочь с приобретением прав на 13 тысяч гектар сельхозземель. Угодья принадлежали компании Надежды Цапок. Согласно договоренности, бизнесмены должны были выплатить Мартыновой за 52 миллиона рублей за посредничество и еще 22,5 миллиона рублей отдать собственнице земли в качестве компенсации. Параллельно судья оформила переход прав на этот участок под контрольные фирмы Однодневки. Покупатели, не зная об этом, передали Мартыновой часть оговоренной суммы 40 миллионов рублей, после чего она уступила своей акции подставной фирме своих родственников, то есть фактически похитила деньги бизнесменам. Совсем недавно квалификационная коллегия судей перестановила полномочия двух судей арбитражного суда Москвы на период проведения их причастности к коррупционному преступлению. Сотрудники ФСБ задержали одного из них на стоянке при получении муляжа в 70 тысяч долларов. Эта сумма выплачивала из-за положительного решения по делу возмещения НДС, которое рассматривал его коллега. Судья Красногорского городского суда помогла своим сообщникам получить незаконно право на земельные участки общей стоимостью около миллиарда рублей. Она выносила решения по несуществующим делам и вносила их в базу на основании 16 сфальсифицированных решений. И это только небольшая часть преступлений, совершенных работниками ФЕМИДы. Наиболее громкие резонансные дела. Но и они свидетельствуют об общей нездоровой обстановке с теми, кто решает ежедневно судьбы других людей и выносит решения от имени государства. При этом каждый из посвященных понимает, что сотрудники службы безопасности крайне редко проводят оперативные мероприятия в отношении судей. В основном люди в мантии попадают за компанию с другими участниками процесса или в крайне вопиющих случаях, а спецслужбы накапливают информацию, иногда используя ее при назначении судей на должность или при продлении полномочий. Справедливости ради необходимо отметить, что прокуроры, следователи и полицейские попадают чаще, но они не находятся на вершине власти и их действия наносят меньше ущерб. Тогда как судья, имея огромные полномочия по конкретному делу, подрывает не только основы государственного устройства и гарантированное рассмотрение дела на основе действующего законодательства, но и саму веру в правосудие, в способность найти правду в суде. Евгений часто вспоминал, как они разговаривали с Александром еще на начальном этапе становления проекта. Как горячо спорили, говорили о необходимости изменить действующую систему, как мечтали сделать мир добрее и лучше. Для Александра началась черная полоса, его ищут сейчас в спецслужбе всего мира, где он, что с ним, теперь неизвестно. Аркадий, специалист по компьютерным технологиям, снайпер застрелил на крыльце Сашкиного дома, когда он, набросив плащ хозяина, вышел за бутылкой водки в магазин. А теперь этим проектом занимается он, профессор Полозов, один, хотя никогда в него не верил и отговаривал друзей от этой затеи. В юридической сфере, как и в любой другой, все знают друг друга и друг о друге. Информация растекается, люди не умеют долго молчать, а обращений в поисках подхода к суде всегда много. При отсутствии состязательности в процессе и обвинительном уклоне следствия, при шаткости любого юридического спора, возможности отписать при желании решение по гражданскому делу в пользу любой из сторон, от судей зависит многое, если не все. Соблазн получить вознаграждение очень велик. Часто готовы заплатить за решение, которое и так будет фактически за работу, но выполнено с определенной гарантией. В арбитражных судах исполнение решения часто зависит от своевременно принятых обеспечительных мер, поэтому часто берут деньги за меры отдельно, за решение тоже отдельно, иногда с двух сторон одновременно, если арест был наложен по инициативе одной из сторон, а решение было вынесено в пользу другой. Это стало настолько обычным, что никто уже не удивляется практически ничему. В каждом суде есть добросовестные и честные судьи, но ложка дегтя портит, как всем известно, бочку меда. Судьи, которые заинтересованы в вынесении конкретного решения, принимают по своему усмотрению доказательства или отвергают их, назначают экспертизы в нужное для стороны учреждения, а то и в то, где работают хорошие знакомые с судей, разрешают ходатайство и могут отказать в приобщении документов, вызовить свидетелей в истребовании доказательств, формируя необходимую позицию и всегда находя объяснение своим действиям. Судебного прецедента у нас нет, как и нет общих стандартов и правил, а то или иное постановление Пленума Верховного Суда можно использовать, а можно при желании обойти. Вот и получается, что решение выносится на основании субъективной оценки обычного человека, облеченного в черную марантию, со своими недостатками и достоинствами, взглядами на жизнь, со своей нравственностью и моралью. Если представить, что судья заинтересован в разрешении дела по существу, то он может развернуть его куда захочет. Евгений сам работал с судьей и прекрасно знал всю кухню. Сам принимал решения под влиянием того или иного обстоятельства. Сам ходил советоваться к куратору высшестоящего суда и к председателю о том, какое решение принять или какое наказание назначить. И был уверен, что это повсеместная практика, ведь так работали все его знакомые судьи. Исходя из этого, слушая разъяснения по громким делам, о невмешательстве высшестоящих товарищей в работу судов, ему было смешно, если не было бы так грустно и противно, обидно за державу. Сложилась порочная практика, при которой мошенники просачивались через невод правосудия, а попадались те, кто не мог вовремя откупиться или просто понадеялся на справедливость. Граждане не доверяли судам, бизнес не доверял судам, не доверяло судам и государство, прекращая полномочия судьям, возбуждая по нему уголовные дела и отправляя их в отставку. Александр сравнивал эту систему с конвейером, по которому двигаются человеческие судьбы. От оперативного сотрудника к следователю, потом к прокурору, в суд, в места отбывания наказания, по бесконечному порочному кругу, в котором все заинтересованы, кто в звездочках и показателях, в званиях и чинах, в деньгах и в полномочиях. Работая на государство, система не работает для блага граждан. Заинтересована в постоянном потоке и самопроизводстве, паразитируя на теле общества, на средства людей, чьи интересы должна отстаивать и защищать. Многие приличные и достойные люди шли на юридический факультет в советские времена с одной целью. Стоять на страже закона и интересов страны и граждан. Ни у кого и мысли не было сделать свое образование и должность источником дохода. Только немногие вставали на этот путь, понимая, что в том обществе их ждал позор и изгнание. Многие достойные судьи и сегодня честно и добросовестно выполняют свои обязанности, но, во-первых, изменились законы и основы судопроизводства, а, во-вторых, слишком много стало тех, кто пришел сюда за властью и богатствами. Изменилась страна, изменились ценности и люди. При рассмотрении дела в судах уже никто не устанавливал истину по делу. Суд просто констатировал факт своим решением, исходя из представленных доказательств сторонами. Решения в современной России не отменяют за неполноту исследования значимых обстоятельств дела. Раньше судья должен был разъяснить в стороне право на предъявление иска. Теперь в иске отказывали, а ты сам должен решать, будешь бороться дальше за свои права или нет. Уголовный процесс тоже постоянно упрощался в ущерб интересам подсудимых. Досудебное соглашение, заключение которого часто вызывало сомнение, не только позволяло не исследовать доказательства, но и судить на основании вступившего в законную силу приговора других лиц, нарушая их права и позволяя манипулировать правом. Все это вызывало у Евгения Полозова неприятное ощущение того, что мы снова готовы сползти к 1937 году, при этом желающих доносить на соседей и выносить обвинительные приговоры, основываясь на преданности партии и руководствуясь революционным правосознанием, будет гораздо больше. С женой, своим настоящим другом и любимой женщиной на кухне они часто вспоминали Александра, рассуждали на различные темы, в другом обществе он уже не решался откровенничать, тем более сейчас, когда находится под постоянным присмотром и контролем. Новая должность была ему в тягости, она понимала его, предлагая даже отказаться, но это было не просто и небезопасно для него, а главное для семьи. Теперь, когда все разрешилось таким образом, он оправдывал себя еще и тем, что продолжает дело, начатое своим младшим товарищем, дело на благо Родины и граждан, которое необходимо завершить достойно, пусть потом история рассудит, кто смог пронести свой крест до Голгофы. Анализируя судебные решения в рамках проекта, он приходил в ужас от того, какие различные выводы делают в соседних кабинетах, как назначают наказание по одним и тем же статьям Уголовного кодекса, какие несправедливые, незаконные судебные акты проходят по всем инстанциям до Верховного суда и остаются в силе. Анна гораздо чаще его общалась с бывшими одногруппниками, работавшими сейчас адвокатами, прокурорами и судьями, и часто рассказывала дома истории, после которых становилось страшно обидно за существующее положение вещей. Хотелось завершить работу над проектом, ведь компьютер, в отличие от людей, не способен на подлости. Видела недавно Светку Мунину, помнишь ее, на год раньше нас закончила, работает в крупной строительной фирме начальником юридического отдела, сказала как-то жена. Помню, конечно, не могу, могу не узнать, давно это было, рассеянно заметил Евгений. Послушай, что рассказала, может тебе пригодится для работы. Так вот, с ней учился Ваня Мишин, он в областной думе работает, тот еще гусь. Жена его судья в арбитражном суде, именно к ней попало дело. Светка, дура наивная, подошла к нему с просьбой, не то чтобы помочь по делу, а просто обратить внимание на то, что ответчик совершил машинные действия и будет искать подходы к судье. Проиграв дело, он может нарваться на уголовное. Сказала, что будут просить наложить обеспечительные меры, так как речь идет о признании незаконным одностороннего отказа от договора строительного подряда. Ну и что тут интересного, не понимая, спросил муж. Так вот, этот Мишин сходу ей говорит, что в арбитражном суде никто ей накладывать обеспечительные меры просто так не будет. Но он может поспособствовать, стоить это будет миллион рублей. Она говорит, что просто опешила от такого заявления, сколько лет общались, учились вместе, деньги у нее занимали, а тут он ей просто руки стал выкручивать. Но ты меня удивила, сейчас это сплошь и рядом. Ты что не знаешь, что некоторые преподаватели тоже берут деньги за оценки прямо в зачетке? Знаю, Женечка, слышала, но не видела сама. Как ты знаешь, никогда никому не давала и ни у кого не брала ни копейки. Так вот, понимая, что он нарвалась на неприятности, Светка рассказала все своему шефу. И тот сказал, что надо платить. Иначе меры им не наложат, а дело они точно проиграют. Светке ничего не оставалось делать, как взять у шефа миллион и отдать Мишину. Им наложили арест, им наложили тут же обеспечительные меры и сообщили, что за положительное решение надо еще пять. Умеют деньги зарабатывать, действительно откажешься платить, вынесут противоположные решения. И все тут, возмущенно сказал член-корреспондент наук. Во что страну превратили? Согласна с тобой, что сейчас платят даже за то, чтобы просто не нагадили. Но это далеко не все. Светка вынужденно дает им еще часть денег, а через некоторое время обеспечение с имущества снимают по заявлению противоположной стороны. Мол, если хотите арест, то вносите на депозит суда сумму аналогичную требованию, зная, что это невозможно. Суть дела в том, что строители прекратили работу из-за неконтролируемых осадков здания и опасности того, что эти осадки превышают в несколько раз предельно допустимые нормы, могут привести к разрушению и человеческим жертвам. Им сказали, продолжайте работать, не ваше дело, нам надо продавать квартиры. Из-за этого и возник спор. А когда он перешел финальную стадию, с ними расторгли договор в одностороннем порядке и решили найти более сговорчивых строителей. Судья сама выбрала экспертное учреждение, эксперты исследовали незначительную часть отклонений, не обратив внимания на основные и дали заключение, что строить можно, уклончиво разъяснив, что к строительным работам относятся и побелка, и покраска и так далее. Следовательно, оснований для приостановления работ не было. Да уж, строить можно, жить нельзя, вздохнул муж, уже внимательно слушая рассказ. И это еще не все. Видно было, что она сильно возмущена. Эти мошенники, которые взяли деньги, успокаивали ее, что хотя меры отменены, решение будет в их пользу. А после экспертизы выиски отказали и вернули только часть денег, мотивируя тем, что обеспечительные меры были наложены, а то, что их практически сразу сняли, в результате чего строительная фирма за время рассмотрения дела в суде более года фактически разорилась, и там введена процедура банкротства. В результате, Светка осталась должна своему шефу деньги, строительная фирма разорилась, а судья и ее муж, похоже, взяли деньги с двух сторон и похохатывают. Успели улететь на далекие острова бизнес-классом, причем знакомый адвокат сказала ей, что для этой семейки подобная ситуация вполне обычное дело. Надо идти в полицию и писать заявление, а еще лучше в ФСБ, другого выхода нет. Поэтому у нас в каждом городе Левиафан или Кущевка, возмущенно произнес муж, выслушав историю до конца. Он, конечно, сам знал много таких историй, но всегда удивлялся, как люди могут с этим жить. Не боятся молвы, наказания, Бога. Или это уже не люди, а алчные твари, похожие на людей. Светка плачет, боится, что ее ведь тоже могут привлечь за взяткодательство или посредничество. Да и все это еще надо доказать. Что ты можешь посоветовать? Если с нее вымогали деньги, и это можно доказать, то вряд ли ее привлекут к уголовной ответственности. Можно еще попробовать возбудить дело по экспертам в задачу ложного заключения, и на этом основании отменить решение арбитражного суда, если эксперты действительно исследовали не все, а часть, и дали заключение по всей стройке. Вот от этого у нас и происходят трагедии. Торговые центры горят, здания рушатся, а чиновники всех ведомств богатеют. А вот это хорошая мысль, встрепенулась Анна. Если за основу взяты ложные исходные данные, то выводы эксперта не могли оказаться правильными. Если возбудят дело, то это решение арбитражного суда можно отменить по вновь открывшимся обстоятельствам. Правда, время уйдет много, и фирма разорится окончательно, но может хоть светки тогда простят деньги. Пойду и позвоню. Евгений вздохнул и продолжит чтение научного отчета, проделанной за месяц работы. Работе. Работу он не боялся, но на новом месте приходилось заниматься тем, в чем он не силен. Помимо компьютерных технологий, это еще заключение договоров с различными фирмами на выполнение работ, поставку оборудования, проведение исследований, материально-техническое обеспечение, кадровая работа. Затем он отложил рабочие документы и открыл подаренный сборник стихотворений. Открыл на первой попавшейся странице и прочитал. Время может и лечить, и ранить в небе журавель, а где синица, только бы не отобрали память, только бы мечтать, не разучиться, только бы не превратиться в массу, не согнуться до земли от страха, только бы не спрятать совесть в рясу, не отправить честного на плаху, только бы не перейти границу, за которой больше нет возврата, быть свободным и летать как птица от восхода солнца до заката. Какой глубокий смысл скроется в этих простых строчках, только бы не спрятать совесть в рясу, не отправить честного на плаху. Поэзию он любил с самого детства и часто читал, стихи помогали мыслить, жить, оставаться самим собой в сложных ситуациях. Он открыл новое стихотворение и снова оно заставляло задуматься о том, как мы живем, хотя было посвящено книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Понтий Пилат не сумел изменить ход событий, в честь торжества отпустили на волю варавву, жизнь преподносит немало нелегких открытий, редко, когда на земле нас судили по праву,